И начинаем. В игре есть функция автосохранения, выключайте... Какая функция автосохранения? Чё? А как же сохранение на печатных машинках? Ладно, посмотрим. Разберёмся. Итак, язык озвучки. Русского нету. Играем на японском. Субтитры, соответственно, русские. Наушники, бинауральный звук, создание 3D звука. Да. Максимальная яркость изменяет значение. Опять эта штука. Пока узор не станет практически неразличимым. Ну, вот так вот. Узор не станет практически неразличимым. Вот так вот. Изображение слева не исчезнет полностью. Его и так нету. Пускай будет вот так вот. Вон, на центре оставим. Здесь всё отлично. Подтвердите. Подключиться к рейнет. Не знаю, может уже создать тот аккаунт. Получить доступ к различным возможностям, в том числе историю вашей игры. А данные будут отправляться. Блин, сейчас. Это отправка данных может на самом деле в бейсе мне стрим подпортить. Нужна высокая сложность для сохранения машинки, да? Понял. Есть только на самом высоком. Но мы на харде и будем. Мы на харде и будем. Так не видно. Ну, у нас же у всех моники разные. Я под свой подстраивал. Получен особый костюм. Костюм можно менять в меню костюма. Вы открыли особый костюм Нуар. Костюм Леона можно сменить в меню костюма. При использовании этот костюм можно включить особый экран и фильтр. Теперь вы можете заменить музыку и звуки в игре. После переключения параметра версии музыки и звуковых эффектов на оригинальные. А часть аудиофайлов будет взята из оригинальной версии игры. Посмотрим потом, наверное. Леон Си Кеннеди. Клэр Редфилд. Костюмы. Настройки. Звук не знаю. Делать чуть-чуть потише. Совсем самую малость. Вообще мне сейчас надо альтабнуться быстренько. И в микшере чуть-чуть потише сделать. А то я сегодня очень сильно выкрутил микшер громкости. Он будет гораздо громче, чем вы меня слышите. Так, натуральный звук. Версия музыки ремейк или оригинальная? Как вы думаете? Мне кажется, ремейк. Оставим. А потом можно будет на оригинальной поиграть. Во второй раз, когда будем проходить. И посмотрим, что там будет. Поле зрения. Может, чуть-чуть побольше, наверное, сделать. Открывать. Открывание камеры. Управление. Прицеливание автонаведения выключено. Все хорошо. Японские и русские субтитры. Графика. Во весь экран. Так. Оконный режим, пожалуйста. Графа. Ну, в принципе, все высокое почти. Менять даже ничего не буду. Пускай будет так, как есть. Все высокое, все хорошо. FPS 60. Ну что? Решаем. Привет, только начал. Да. После нескольких дней радиомолчания снова участка Леон Си Кеннеди решил отправиться в Раккунс Сити, чтобы разобраться, в чем дело. Он еще не знает, что его ждет. Или Клэр. Клэр Редфилд живет совершенно обычной жизнью и даже не подозревает, что совсем скоро эта жизнь превратится в кошмар. Большинство за Леона. Мне кажется, тоже, наверное, правильнее будет в начале за Леона пройти. За это прохождение, возможно, тут тоже какие-то новые костюмы. И можно будет потом сыграть на... на Клэр. О май! Альтернативный костюм на Клэр, какой прикольный. Обычный шериф Арклей Нуар. Не, менять не хочется. У него прям... оригинал отличный. Клэр Военный Нуар Эльза Уокер. Обычная Клэр с Зоей из Left 4 Dead. Блин, мне здесь Клэр лицом очень сильно напоминает мою племянницу. Аки, помнишь Настику? Что-то прям очень похоже. Леон, Клэр. Давай, Клэр. Мне кажется, надо за Леона все-таки первое прохождение. Мы в любом случае будем два раза, я думаю, проходить. А то и все четыре. Если по очереди. Но начнем давайте с Зо Леона. Леон сасный, да. Леон норм. Норм, давайте. Давайте. За Леона упрощенный, стандартный, хардкор. Для бывалых фанатов серии для сохранения необходима цветная лента. Без автосохранений сильные враги. Погнали! Хардкор. В режиме игры хардкор для сохранения нужны цветные ленты. Кроме того, функция автосохранения здесь отключена. Ну, замечательно. То, что надо. Окей. О май! Блин, ей захотелось. Что-то какой-то очень сочный бургер. Слишком сочный. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну ладно, не важно, не важно ДимаTorzok 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 Окей, Батаев ДимаTorzok Ничего здесь нет, ты Это, тут чё-то кровь Не хочешь с собой оружие взять, а? Ладно ДимаTorzok 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 как же долго она наводится то давай давай наводись есть это это не особо-то много урона наносит все не встанешь и что встанет твои ж мать ну типа первая встреча зомби естественно ку плюс кусь а а если идешь он не наводится нет если не стрелять нет не наводится мужик все плохо давай ключ возьмем пицца съешь пиццу может похилишься чуть-чуть давно уже идет это самое самое начало вот давай открывай вспомнил сюжетных предметов да пошли вы нафиг у меня не столько патронов привет куэр весь нож ножом в голову плиз чё-то ггвп чё-то ггвп что-то пошли а а а выпуска ггн в ок 0 если будет зомби апокалипсис здесь сразу на фидиш ну да может быть не знаю русский перевод есть ну только субтитры блин офигенно просто я не знаю мне одной сценой уже уже нравится очень атмосферно мы конечно я еще по демке понял что мне понравится но блин стоит купить ну аки стоит конечно погнув на 2к все-таки но все вначале лучше первую пройти тоже тот же ремастер который я проходил что я хочу плачу бабки я хочу русские диалоги это позже кому ты в оригинал играл играл в детстве далеком 2000 где-то втором году когда мне было лет семь восемь и нам впервые купили playstation 1 полицейском участке укрыться отличная идея сам не икина на реках москва давай и кинок оттенна у ко мне мой веса декай мать следующий раз мне кажется надо будет попробовать по ногам еще пострелять может если выстрелить пятку за упадет потом по голове проще целься будет заведу людям которые сейчас вообще первый раз проходить будут ну я вообще не помню то есть я настолько мелкий был когда проходил вторую часть в детстве что вообще вот это удобная штука в зомби апокалипсис мужик он жив но не очень жив но жив уже не жив праздника приходит разнизил игру предыдущую версию куры но она успела выпрыгнуть это же ну кажется немножечко разделились майкл бэй оригинал ps1 вроде отсюда начинался я помню что-то было с грузовиком связанные аварией неужели нам до участка под по дороге пешочком топать твою ж мать сколько три патрона все так же как-то прохилился но видимо катсцена просто такая была что плюс про хил урок он пиде где где обходить где слева вроде слева ну тут то есть вот 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 я вот 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 Как будто не в резидент играем, а аниме смотрим, атмосфера теряется японской озвучкой Это оригинально, ты понимаешь, что игра японская В оригинале она и должна быть на японском Я не думаю, что английский прям намного атмосферней По мне так очень круто на японском играть Русского все равно нет Английский с русскими субтитрами, ну такое себе Погнали, чё Осмотритесь вокруг Так, ну это было в демке, окей, окей Английский хороший, а с русской не нужно было никак Не, английский, конечно же, по-любому хороший, но, блин Так, забираем ленту Две штуки, а чё так мало? И сундук сразу же Так, добавлено премиум оружие Клинок самурая, модель Криса Клинок самурая, модель Джилл Модель Альберта Стальной затвор и Серебряный спусковой крючок Увеличивают Точность и удобство использования Рудованный уменьшенный затворной задержкой Поэтому реже застревает при извлечении из ковуры И основанный чертежах самого Альберта Вескера Отличается отличными боевыми характеристиками Ну, наверное, тот, у которого лучший урон надо брать Так, свой пистолет разрядить-то можно? Объединить, убрать Изучить Матильда, 12-ти зарядный пистолет С полимерным корпусом Калибра 9 миллиметров Обладает Рядом недостатков Поэтому не был запущен в массовое производство Я заметил! Зомби еле упал С трёх выстрелов Смена оружия Так, можно объединить Вот этот с вот этим? Нет, нельзя походу Я всегда лучше оригинала Ну, я понял, хорошо На четвёрку будет Нет, я хочу пистолет на тройку Быстрый доступ на троечку Криса! Пистолет! Криса! Ууу, Криса Чё тут? Я бы при первом прохождении не брал Пушки Делси Да камон! У нас они есть Надо брать Нам надо за сегодня игру пройти Чтобы завтра Энтом посмотреть Только что хотел сказать Мужик, стреляй по голове Давай быстрее стреляй А потом вдруг понял, что Меня-то тоже вначале укусили Ну я сколько? Ну я два выстрела успел сделать Один по голове точный Один обычный Смотреть на карту Хорошо, использование карты Отображается не только ваше текущее место поражения Можно найти все ключевые места И найдены неподнятые предметы Окей Спасибо Ну соответственно тут Ничего нет Я не помню Здесь вроде бы В начальной локе Всё-таки ничего не должно быть Да? Да и вообще Ну холл такое сайфовое тип место Боже, как стонет Кто-то кстати просил меня Показать Так Рыбки Птички Львы Арфы Так, на будущее Тепеночка ещё какая-то Кто-то меня просил показать костюмы Я так понимаю Их можно менять прям так Переодеть всех персонажей Обратно в обычные костюмы Ну Почему я кстати в этом костюме? Я типа в альтернативной Нет Персонажи будут В сюжетной кампании персонажи будут одеты в альтернативные В обычные В общем вот костюмы Кто просил посмотреть Нуар и шериф И На Клэр Военный Нуар и Эльза Бокер Это обычный Ну а короче Погнали Странно В прошлый раз Ну типа в демке мы здесь в полицейской форме были Опа Хилочка Нечебный спрей Давай Мистовый инвентарь кошмал Но я помню Мы потом сумку найдём Я помню Что потом будет сумка Ой Ну погнали Сейвиться пока не вижу смысла Лучше попробовать Первых зомбей пройти Потом засейвиться Ты за сегодня хочешь все четыре сценария пройти? Нет Только Леона фул Главное Потрошки найти Перед первыми зомби После катсцены Которую мы помним В демке Что если я до этого сдохну Это будет очень грустно Лечебный спрей Если что есть Нельзя зайти, да? Закрыто Можно подсказать Куда сейфа нет Зачем Я сам найду когда-нибудь Правильно? Дальше бы да Если бы Я уверен Что потом он точно встанет Может быть не сейчас Но потом Подним по трошке Для пистолета Сразу можно Объединить? Нет Лечение и восстановление Хорошо До внимания И наконец опасность Если на индикаторе Горит опасность Скорее Используйте зеленую траву Или лечебный спрей Чтобы исцелиться Пока не поздно Нельзя так Так, все Пистолет Вескера есть Кнопка по-моему Свет включит, да? Нет? Да, свет Дрогит Этот код можно найти На лице второго резика Не ремейка И че? И нафига мне его знать? Почему именно сегодня Резидент 2? Мне адвокатуру учить Надо через 4 часа экзамен Потому что он сегодня вышел Я бы с радостью Его вчера постримил Но мне не дали ключик Ранний доступ был только Типа у топ-топ стримеров Совсем У которых по Две там Пять тысяч зрителей Не, ну не только У таких стримеров Но В основном Именно у них Поэтому, к сожалению Я не получил этот ключ Капкомы зажали ключи Очень мало Для Ру-сегмента выдали Размеры на интере Зависит от сложности Нет, мы потом подсумок найдем Это в бетке было Вспоминается вода из Вчерашнего Прохождение Life is strange Да, ручеек этот нас просто преследует Мне интересно А потом вот этот вот Шкафчик можно будет открыть ножом Или нет? Желтая лента на нем Так, здесь нужны какие-то Кусачки походу Спасибо за очень громкий Субскрайб Фаня Спасибо за подарочную подписку Для Фтори Добро пожаловать В комьюнити Спасибо Оружие быстро переключаются Интересно Ну, довольно быстро вроде бы Так что первые три выстрела Я сделаю из обычного пистолета Потом начну из вязки расстрелять Мужик, я тебя вытащу Давай Два раза за сегодня зеленый Будешь? Я сегодня хочу полностью зеленый пройти Вообще постараюсь пробежать мимо не убивая Потому что патрушки надо экономить Записанная книжка же, да? Блокнат офицера Ага Да Здесь будет выход Спасибо, Фрадк Донейшн, аксептед Спасибо, Фрадк Здесь стримят спидраны? Нет, здорово Здесь не стримят спидраны Здесь просто атмосферно Лампово проходят игры Но сегодня хочу полностью пройти Хотя бы один раз Игру за Леона Так Здесь также есть помощь Для вот этих вот статуй Ну, окей Понял, спасибо Разберемся потом Эй, блэд Минус шапка Хедшотик какой Найс Да Это хороший пистолет Вескера Мне нравится Да, камон! Что же я такой косой-то? Пробегай Да, да, молодец, Леон Молодец А я что-нибудь взял Для вот этого места, нет? Как я обратно-то провозить буду? Окей Мужик, спасибо Если по ногам стрелять, я хотел попробовать Надо будет Лучше потом запись на YouTube Обязательно Конечно Воложем Компании Если по ногам стрелять, я не смогу Не пачкай ты в крови все. Мерда. Ну, дамага не получил пока. Нормально. Нормально. Спасибо за нож. Так, инфа по ножу. Выберите на экране снаряжение. Нож со временем изнашивается и ломается, когда опустеет шкала прочности. Пробел взять на изготовку. Ударить можно применять для контратаки. Спейс. Если враг вас схватил. Навернуть оружие можно будет только после победы. У меня один патрон остался. Один. Нормально пострелял в тех двух зомбарей. Так, ну нож поставим, наверное, на... Убрать? Почему убрать? А, он всегда... Все, я понял. Окей. Ну, застрелиться хватит, не говори. Японская озвучка крутая. Ты правильно сделал, что я поставил. Спасибо, Кассина. А то я вижу очень много комментариев от людей, которым она не нравится, и мне от этого становится грустно. Озвучка шикарная. Так, все, убираем... Матильду. Убираем одну хилку. Ключ. Но этот ключ у меня, очевидно, тоже не нужен. В общем, в сейфе лежит сумка, а код от него можно узнать только в ризике втором, просматривая запись с кассеты. А ячейки нужная вещь. Так а что? Подсказать? Нет. Нет. Да? Да? Нет. Это бэксид. Нет, не надо. Спасибо. После первого прохождения, может быть, воспользуемся этой информацией. Сейчас точно нет. Если галочка красная внизу, то предмет больше не нужен. Понял? Логично. Так, потрошки, да? Да, потрошки. Сейчас соберем потрошки, потом засейвимся. Столет, соответственно, перезаряжаем. Блин, кнопка выключения микрофона у меня меняет оружие. Ага, ну это проход дальше. Я не знаю, сейчас сейвится или нет. Трава. Ну, я думаю, лучше пока ее вернуть тоже в сундук. И, наверное, первый сейв пора бы сделать. Мне кажется, пора делать первый сейв сейчас. Забираем траву. Лента использовать. Первый сейв. Погнали. Дальше будем поосторожнее пореже сейвиться, потому что очень мало. Две ленты всего в начале дают. Это жесть. Ее тоже убираем. Нож. Одна аптека. Все это оставляем у себя. Нормально. Пистолет, соответственно. Она не стремная, но орная. Как по мне, во всяком случае, кто именно игра? Или озвучка? Да. Никто не спорит, что она шикарная. Просто нихрена не понятно, от чего нет смысла от этого бормотания. Только тональность и эмоциональность можно уловить. Так в этом и смысл. У японцев, у них очень хорошие актеры озвучки. Они специально подобраны, чтобы звучать как можно более так, как задумано. Я помню этого зомби. И, по-моему, он будет вставать. Я помню этого. Да, полицейская. Посмотрим обычную вторую часть, чтобы почти сейвов даже не было. А я не очень помню вторую обычно. Я думаю, сразу хоть шотик ему давать, вместо ножа. Или нет. Возможно, я попутал. Минус потрошка. Ха-ха-ха-ха-ха. А, это тот самый. Этот самый. Ладно. Я знаю, Систаун. У меня, к счастью, пистолет немного лучше. Сейчас бы заделать окна нам. Я помню, самое стрёмное в этой части, это всегда были вот эти окна. Система. Так, здесь нужен ключ. Треф, да? Хорошо. Все-таки запрыгнули, да? По-моему, сюда пока спрячемся. Не знаю, они скорее всего, конечно, пройдут, но все-таки. Отчеты о событиях. 25 сентября. Сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийными ограждениями. Но мы в осаде, и выбраться отсюда будет проблематично. Нам также пока не удалось починить оборудование связи. Потому... Поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября. Где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло и выживших осталось совсем мало. Все катится к черту. Дэвид Форд. Карта участка. Замечательно. Хоть и немного кровавая. Чизину охрен. Иди в задницу. Не хочу я с тобой драться. Вот этого надо убивать. Как же они шатаются. Да иди нафиг! К черту пушки получены достижения. Че первый раз? А победите противника ножом. Жесть. Че он двигается то? Заранее предупреждал что будет играть на японском. Я предупреждал. Иди к трупу который висит. Я же мимо него прошел. Зачем? Чего? Было бы круто если бы в хоррорах с оружием дали возможность совершить суицид. Нет. Суицид это не круто. Даже в хоррорах с оружием. Я уверен что этот тоже встанет еще. Пошел нахрен. Да иди в задницу. Ну камон. Даже лежачие делают кусь. Ладно. Первый чуть-чуть урона. Так. Пробежим туда в тупик. Посмотрим что здесь есть. К сожалению ничего не лежит. 90 ножей тут острее чем патронов. Я догадываюсь кстати. Там еще труп. Но это тоже тупик. Надо посмотреть. Плюс патроновщики. Супер. Вот это вроде будет вставать. Комната хранения еще с другой стороны. Пойду вначале наверное в комнату. Хранение забегу мать твою. Записка о пульте в кладовой. Похоже что на клавиатуре пульта шкафчиков отсутствует несколько клавиш. Предлагаю тому кто устроил этот бардак поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Я знаю кто ты ублюдок. Кто еще мог так обосраться. Вот сумка как раз лежит. Патрошки. Стив бой. Трабаш. У меня же нету карточки пока. Где я ее находил в прошлой части я забыл. Он все таки пробился сюда. Да камон. Еще блин еще тот встанет. Так ну нам на второй этаж. Но вначале заглянем в офис. Использование пороха. Патрон для пистолет порох x2. Порох плюс высококачественный порох желтый. Для дробовика. Патрон для револьвера желтый. В участке осталось мало патронов. Поэтому используйте весь порох. Что найдете разные типы оружия. Используют разные патроны. Поэтому следите за тем, что с чем соединяете. Иначе не получится нужного результата. Плюс порох. Спасибо. Стоп. А то я настолько сильно свой нож потратил. На 70%? Помогите кто-нибудь. Пожалуйста помогите. Еще этот же встанет скорее всего сейф. По звукам никак ничего не определить? Нет. Мне очень стрёмно сейчас. Я не хочу умирать. Слева направо прочность показывается. Ага. То есть она будет вправо уходить. Ты можешь некоторые сейчас открыть. Те шкафчики? Я что-то не понял. Их целиком вообще не убить? Можно. Либо сжечь, либо голову прострелить. Отчеты по операции. 28 сентября. 2.30. Нас осталось всего четверо. У нас нет оружия. Нет патронов. Постоянные стычки. Измотали нас физические и психологические. Нам конец. Офицер Филлипс как-то предположила бежать через канализацию. Кажется под участком есть потайной туннель. Оставшийся в наследство от музея. Тогда ее идея показалась здоровой. Но сейчас я изменил свое мнение. Да, мы не знаем существует туннель или нет. К тому же в канализации могут быть зомби. Но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот туннель Эллиот Эдвард. Кстати, меня просили сделать чуть-чуть еще игру погромче. Сейчас, минутку. Чтобы диалоги были чуть громче. Да и в принципе скример и все дела. Первое задание для новичка. Леон Си Кеннеди, твое первое задание будет особенно важным и сложным. Твоя задача открыть ящик своего стола. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. В виде буквы в порядке расположение наших рабочих мест. На столе два замка по одному с каждой стороны. Открой оба. Иными словами, твое первое задание запомнить имена других офицеров, но это ты уже и так понял, да? Удачи, Леон. Кстати, не обещаю, что Скотт сходу даст тебе четкий ответ. Лейтенант Брэннг. То есть свой шкафчик можно открыть. ЛСК. В первых буквах. В виде буквы в порядке расположения рабочих мест. Ну и остальных надо будет запомнить. Нацарапано между кровавыми разводами. Радуйся, что тебя здесь нет, новичок. Это его стол как раз. Давайте попробуем. Леон С. Кеннеди. Здесь нету. С. Кеннеди. Нет. Это лейтенант, видимо, писал. Нет, точно не это. Куда можно выйти? Нет, нужен ключ в пике, я понял? Пошли отсюда. Ну нахрен. Здесь все-таки можно было какие-то шкафчики открыть, вы говорите? А как? Чем? 2-0... Может цифры вписать? 2-0-8? Эээ... Нет. 102. Тоже нет. Двойки нет. Тройка. 103. 106. 109. На столах таблички с именами. Ну я бы посмотрел, но там зомби. Есть. Все. Окей. Минус этот. О, надо я. Говорит, лучше по ногам стрелять. Возможно. Я хочу попробовать, да. Батарейка какая-то. А, пленка. Катушка с непроявленной пленкой. Какая же, кажется, общий сюжетный отчет. 109. Патроны для пистолета. В ногу около 4-х войсков. Сколько максимум патронов в пистолете? 15к. Другой ком все ясно. 207 не открыть. Да и там не надо. 203, я так понимаю, тоже не открыть. Или он может нажать на эти кнопки? Нет, не может. Жалко. Ну, а там подсумок. А, надо в области колена стрелять-то, а нога сломается. Хе-хе. Здорово, Томика. По ногам по возможности стрелять. Только если нет патронов почти или коррект ситуации. Он двигался? Двигая. Ну, это бага, видимо. Не знаю. Оп. Понял. И тот тоже встал. И тот тоже встал. Че-то... Ох. Хе-хе-хе-хе-хе. Томик. 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 нужно но мне пистолет мощный сейчас меж пистолет чуть лучше чем обычный чьи шкафчики как понять то мужик причем помню это место для дробовика пока не буду брать инструкция к переносному сейфу нажмите кнопку чтобы включить соответствующую лампочку чтобы открыть сейф включите их все кнопки нужно нажимать в определенном порядке нажав неправильную кнопку выключите все лампочки вот придется начинать сначала переносный сейф небольшой переносный сейф чем прикол любой предмет можно осмотреть возможно узнать что-то новое о нем изучить найдите три медальона что она это чтобы выбраться поэтому чуть куча всего у всех звук отстаёт обновить страницу ничего не должно отставать стасяныч привет к доске с внутренней стороны прибил учитывая что снаружи железные решетки и такое это их задержит да вот я тоже подумал может туда не стоило так сейчас надо перечитать записку нажмите кнопку включить лампочку чтобы открыть включите их все кнопки нужно нажимать в определенном порядке нажав правильную кнопку вы включите выключите неправильно вы выключите все лампочку все все понял я понял изучить потом вот этот по моему я забыл какая из них была узнать то что скрыто патроночки пипистолетные плиз запчасть какая-то небольшая деталь сюжетный предмет кнопка от клавиатуры какого-то компьютерного терминала на ней ничего не написано прекрасно может быть это ну я не знаю чей это шкафчик подсумок здесь третий да надо туда вернуться отстань зомби иди в задницу там доски так ну на двоечку предлагаю правильно ну-ка до 203 ну он сам на двоечку вставил да нет окей вот так тройки нету нет нам нужно а и тройки тоже нет для подсумка черт но я не могу ее переставить да наверное но 208 дробовик смогу открыть и да и вот здесь чет смогу открыть тут еще один нож лежал может тройку стоило еще какая-то пленка еще раз что там 102 туплин назад да блин порох вроде а может быть кстати можно быть пистолетных сделать порох тоже неплохо место освободим объединить с обычным порохом получаем пистолетные патрошки объединяем патрошки у нас 15 патрошек ты точно мертв и никогда больше не вставай привет посидан здраво не забрал патроны для дробаша не на не нужны они мне пока я специально их не взял потом возьмем блин ну и что с этим делать черт не упал хэдшот найс все не будет нам мешаться главное чтобы татьян не встала потом красная трава супер смешиваем объединение предметов некоторые предметы можно комбинировать с другими как для освобождения ячейки так и для создания совершенно новых предметов встанет да конечно же встанет но понятное дело зеленая плюс красная трава блин такие как трава клево текстурки да лучше в голову стрелять тем более с этим пистолетом который у нас его бы перевернуть и узнать кто он может это его все-таки шкафчик черт его знает еще пистолетки прекрасно прятался в шкафу да но скорее всего он в своем шкафу прятался письма почитать там есть имена офицеров ну тоже верно давайте попробуем блокнот офицера да да и вот снова здесь не написано еще отчет о событиях dividendic gäller дjs за дюйд дф офицеры филлипс эллиот эдуард первое знание будет бойцы филл шкаф Лейтенант Брэнак Так, лейтенант Сэр Филлипс Удача Леона, кстати, не обещает, что Скотт сходу даст тебе четкий ответ Кто есть Скотт? Ну так приятно выглядит На садах вообще очень круто Офигенно атмосферно, боже Посмотрите на эту тень Буклы Ключик Ключ в ремонт сфечем берем Этот ключ нам нужен был На первом этаже Вот здесь, да А, нет, стоп Вот здесь, чтобы в холл выйти Из, из офиса А зомби что, тоже в холл полезут Через этот ключ Зомби могут споткнуться через других зомби Хз Пойдем дальше Вряд ли Могут Могут упасть на тебя с лестниц Ммм Это чувство, когда ты чувствуешь себя Более-менее безопасно на третьем этаже Потому что в окна зомби Не полезут Да Но тут пробегает лизун Всем выжившим Тебе не повезло выжить? Тогда слушай внимательно Берегись Жутких ублюдков С которых Будто Кожу живьем содрали Мы их зовем лизунами Они слепые, как кроты Но с лихвой компенсирует этот недостаток Острым слухом Если не будешь бегать, как дебил Поля во все, что движется Сможешь проскользнуть незамеченным Скорее всего Короче, советую быть, как моя бабка Еле шевелить ногами рядом с ними Ладно, было приятно поболтать Но труба зовет А еще мне нужно отомстить за друга Дэвид Спасибо, Дэвид Убер, мне не нужны советы По поводу шкафчиков Спасибо Я сам, если найду, то найду Если нет, то нет Так, здесь будет еще одна деревяшка На будущее Какая стремная кукла Порох Нужен ли мне сейчас порох? Не знаю У меня его не с чем комбить будет Давид дальше майс пошел Пистолеточки Объединить Срезаем ножом Нельзя Видимо, его все-таки Зажечь чем-то надо Ну, или подрубить к ней Да, пускай она здесь стоит Я понял Чит-каракуль Пошел водить хитуле за стримлера Ты же здесь подсумок находил Да, вроде как Я не знаю Сейчас посмотрим Я сейчас гляну по карте Все, куда я бежал Сейчас все будет Чит-каракули К черту этих корпоративных ублюдков Они меня кинули После всего, что я сделал Ну, раз ж такое дело Будь что будет Повеселюсь, пока Весь мир летит в задницу Я запер всех этих тупых свиней В загоне И заложил взрывчатку Осталось только Ее взорвать И все Сайонара, придурки Ну нет Это слишком просто Может быть я дам Таки тому поехавшему повод Хорошенько повыть Да, думаю Я вручу ему игрушку И скажу Убей того, кто рядом Или все погибнут Интересно Что произойдет Вы тут орете Про правосудие и гордость Насколько раз Вы шли против меня Вашего начальника Да, ты хороший коп Такой хороший Что тебе место в могиле Черт, это вообще весело Включу-ка я музыку Как ее взорвать Да Вроде бы подсумок был Где-то здесь Офисные здесь копаны Не думаю, что есть смысл Брать что-то из этого сейчас Слот-то есть один Что еще? Где я еще что-то пропустил? Туда, понятное дело Не попасть Дробовик, который мне пока не нужен Вот здесь Можно будет потом В холл попасть Но его можно будет И с той стороны открыть Я сейчас через библиотеку Просто спринтану Скорее всего Запертая дверь Точно запертая? Командный пункт Вот что я пропустил В командном пункте Не пошел сюда, наверное Не знаю Может быть здесь что-то было Но это потом Потом туда пойдем Потом С другой стороны Доски бы взять Чтобы вот это окно заделать На первом потом этаже Чтобы вся левая часть Первого этажа Была более-менее сейфовая Давайте лучше доски возьмем В командном пункте же цепи были А, ну да Что-то такое было вроде бы Ван Панчман Говно Пишет в чате Фанат Феникса Какого Феникса Фанат? Феникс Райта? Который Эй Сатурни Феникс Райт Эй Сатурни Говно Ну что ж Будем пробегать Ни в кого не стреляю Я думаю Блядь Какого Там какая-то штука лежит Домкрат какой-то Шкафчик двигать Видимо Сильно покоться? Нет, внимание Окей Значит, чтобы к той двери пробежать Понятно Я здесь тогда с дробаша Конечно, хорошо пострелял Но Использовать Беги Беги, Леон Беги Там зомби уже Кусать пытаются Я не думаю, что они в холл пойдут Холл это, по-моему, в любой игре Самое сейфовое место было Как бы прикольно видеть Next маньяка Зомби Ну, может быть Не знаю Куреар Посидание Я не знаю Я не помню вторую часть Ну, наверное, она прям полностью списана Со второй части Ну, практически полностью Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому